итак мы начинаем наш традиционный конкурс наливайка все готовы надеюсь участники все подключились если у кого-то какие-то вопросы самое время их задать все отлично так мы в принципе готовы технические моменты все решили и я думаю начинаем да да нет вначале немножко расскажем напомним правила я думаю что принципе их почти все знают но напомним да александр да конечно наливайка это традиционный конкурс на pitch days где хакером предстоит взломать определенный сайт в этом году тематика пивзавод что соответствует названию конкурса наливайка однако сложность будет в том что участников будет блокировать firewall и за эти блоки будет штраф штраф виде выпитого горячительного напитка ну я думаю можно по традиции выпить перед началом игры всем удачи давайте за веселый дружный конкурс за pitch days звон рюмок все участники максимально подогреты и начинаем отсчет 5 4 3 2 1 поехали хотелось бы напомнить участникам что если вы встретите такую редкую уязвимость как SQL injection которых здесь в каждом разделе по несколько штук имейте ввиду не ищите флаг долго он в таблице флаг в поле флаг select флаг фром флаг и мы видим что уже у нас первый второй флаг сдан третий четвертый борьба началась отлично ну да хочется сказать что флаги там буквально везде так что смотрите и вы их найдете я смотрю что кто-то включил какой-то сканер настоящий хакерский подход достойные наливайки кто-то очень хочет выпить рэд реми ридирует ридирует по блокам смотрите как ровно у нас идут все участники я думаю пив завода нету шансов сегодня что скажете александр я вижу что участники серьезно настроены кто-то попробовал поиграть в пакмана ну да там и такое есть чего только нету на этом пив заводе еще хочется сказать что хотя флаги разложены буквально везде у участников есть еще шанс эксплуатируя настоящие хакерские уязвимости я не знаю какие но они там наверняка есть есть шанс выиграть специальный приз за который отдельно начисляются вот то что мы видим на экране написано трофис трофей это если кто-то реализует риск недопустимое событие зальет пивом весь город или сделает еще что-то ужасное то тогда здесь появится об этом сообщение и мы будем ему ну тому кто набрал больше таких призов будем будет для того специальный приз однако пока по ходу участники грепают html странички коды и хедеры ну надо с чего-то начинать правильно это называется разведка правильно сбор данных да я знаю с чего бы вы начали ну я бы наверное включил бурб и дирсерч и сканер собственно что мы видим я думаю всем уже понятно тройка лидеров рэд рэми эстирайт и я инкассатор лидирует по количеству очков ну и по количеству блоков невозможно ничего взломать если не ничего не делать если что-то делаешь тебя могут поймать и заставить выпить меньше минуты остается у нас до конца первого рата и мы видим первый первое недопустимое событие кроккобот уволил всех сотрудников спив завода вот так вот не продержалась и 5 минут наша инфраструктура критическая тридцать секунд остается у нас до конца первого рауда мы проведем промежуточный итог и придется оштрафовать кого-то явные претенденты видны на экране я инкассатор уверенно хочет ворваться в тройку но пока врывается только в тройку пьющих так что не увлекайтесь гриппом и мы видим итоги первого рауда рэд рэми эстерайт и я инкассатор пьем остальные не стесняемся можем их поддерживать кто хочет присоединяйтесь не возбраняется наш web application firewall стоит на страже и начался новый раунд блоки обнулились будем смотреть что будет дальше я думаю пора переходить к более решительным действиям нашим игрокам да хотя куда уже решительней уволил всех сотрудников но наши участники довольно хорошо подготовлены я смотрю как минимум у каждого есть бурб это уже серьезная заявка конечно лицензионный надо сказать про инфраструктуру пару слов что она довольно обширная там и довольно сложно за полчаса найти все уязвимости но их там много что там на скидку есть о ну наверное наверное скада это гвоздь программы там есть даже скада да это же настоящий завод соответственно вы можете подключиться к почти что настоящим плк и сломать их именно в этом задании можно получить возможно какой-нибудь интересную ачивку также там есть во внутренней структуру инфраструктуре еще и сок можно его тоже поломать что мы видим в это время у нас лидирует 3100 очков эстерайт саус не знаю как это считать настоящие хакерские ники да юрий да да надо наверное я лично поэтому болею за инкассатора мне очень приятно читать и капсом написано хорошо видно доминатор тоже ничего я вижу кто-то открыл скаду и готов ворваться и почти зарешал ее ну через консольку браузера в принципе может быть что-то михаил не бывает нерешабельных таск если кто-то не хочет быть слишком серьезным там есть раздел для того чтобы отдохнуть о мой любимец ворвается в тройку поаплодируем ему да можно минуточку отдохнуть и сыграть пакмана это хорошая олдовая хакерская не побоюсь этого слова игра еще никто не прошел нужный уровень и не получил события не получил трофей в игре как же так в какой игре александр в пакмане естественно можно просто играть можно как истинный хакер найти флаг не играя ну вот что еще помимо скули юрий помимо скули ну вот что можно найти там все можно найти александр там есть и лдап там есть рце там по слухам лфай даже xse если повезет да даже не одну скорборд довольно статичен тройка лидеров держится уверенно это на первом месте рад энэми на втором я инкассатор и на третьем астерайт и я доминатор поднимается откуда-то с низов становится четвертым и заканчивается второй раунд мы видим лидеров по блокам я не прочитаю сейчас эти ники все видят на экране rd y j o l f дэн роу и я доминатор пьем да да мы не видим что-то стаканов двое третий кто третий участники сосредоточены на ливайке сегодня атмосфера почти как на стенд-оффе и мы видим аут бейпас дэн ро захватил контроль над сок и получил трофей поаплодируем дэн роу это по-моему либо лдап инъекция либо новый сквель да возможно что-то из этого однако у нас борьба за верхнее место в скорборде саусиках и я инкассатор на первых двух строчках и их догоняет рэд рэми вернее рэд рэми у нас был наверху его погнали давай рэд рэми и астерайт вырывается вперед также хотелось бы напомнить участникам что здесь есть инъекции и флаг можно достать из труднодоступного места select flag from flag да так также есть еще определенный момент в данной версии наливайки не для всех заданий понадобится только браузер возможно вам что-то нужно будет немного напрограммировать на питоне какие-нибудь сокеты но это для особых уже людей которые пришли прям напрячься вот это напугал ты санек третий раунд из шести практически практически приближаемся к середине игры у нас явно нарисовались лидеры но по опыту очень часто бывает так что неожиданно для всех кто-то из самого низа скорборда вырывается вперед так что будем смотреть я бы заметил Юрий что все участники или по крайней мере где-то верхние восемь очень близко друг к другу расположены и выиграть может любой напряженная борьба я вижу кто что-то все-таки решился программировать пожелаем удачи этому человеку и у него даже получилось что-то о я вижу пакмана пакман не должен выстоять перед хакерами я надеюсь вы код не реверсите пакмановски а просто играете и получаете удовольствие однако можно получать удовольствие разбирая джаваскрипт ход да александр но не после двух дней конкурсов и докладов я думаю и трех рюмок текилы пив завод сегодня явно переживает не самый лучший день для себя как минимум уже уволили всех сотрудников я просто смотрю столько настоящих хакерских векторов на них отправляется это ну вав пока держится даже кого-то он усердно блочит и у нас новый трофей пакман чемпион ура и подними руку герой и красавчик конец третьего раунда диз пи диз пи двадцать пять н-о-у-р-д-вай что же вы за за ники такие придумываете джей о лф и дэнро пьем остальные давайте поддержим их половина игры закончена давайте веселый звон давайте давайте все вместе чего середина игры можно отметить как будто решать пришли действительно все уже кончилось стенд-офф закончился мы отдыхаем так хакер когда отдыхает и пьет текилу он продолжает что-то ломать да астерайт вырвался снова вперед по трофеям у нас пока три претендента на приз хотелось бы напомнить что приз получит тот кто сдал трофеи раньше других при одинаковом количестве трофеев мне подсказывают здесь что астерайт вырвался вперед покопавшись в контейнере это пускай звучит интригующе но это правда мастер джава скрипта и консоли браузера как жалко что у нас вылезает только 20 человек за этот стол а не 200 правда да я думаю половина из зрителей с удовольствием поиграла а у нас код экзекьюшн потертал взломал взломал протокол управления варкой пива я где-то герой а вот он около меня давайте его поздравим красавчик поддержим его александр поясните протокол варк как там управление варкой пива взломан что это может означать вот там очень сложный бинарный протокол которому нужно было написать клиента и про эксплуатировать код экзекьюшн это понятно для завода что означает ну что ж это это печально что можно сказать варка пива остановилась алкоголь больше не льется ручьем все грустные то есть он просто не льется может он залил весь город также хотелось бы отметить что у каждого участника есть правая иконка на которую вы можете нажать и узнать сколько вы решили заданий из каждой из каждой секции так вам будет проще понять стоит ли смотреть в данном разделе что-то еще или нет а ну да там типа профили сверху справа потому что мне кажется пиететал уже вычистил скаду просто уничтожил но еще смотрит в нее пиетертал на первом месте 6200 очков после него эстерай 4452 ну и дальше там разрыв маленький совсем рэд рэйми на третьем месте я инкассатор и я доминатор подружились на шестой и седьмой строчках возможно это один человек с двумя ноутбуками кто знает решение наливайки в две руки между тем заканчивается четвертый раунд осталось меньше минуты сейчас мы узнаем тех кто продолжает испытывать наш ваф на прочность тех кого он по-прежнему блочит я вот вижу dsp 25 но оу я инкассатор врывается в тройку хорошенько поздравляем на втором месте а dcp ждет что за него кунетик все решит походу я инкассатор завершал ssrf есть такая уязвимость это когда пошел по сети в одно место а пришел в другое так хакеры говорят настоящее хакерское объяснение юрий и кстати заканчивается четвертый раунд давайте dsp 25 но rda ygolf gina 20 мы все поняли зачем вы пришли пьем 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 прошу прощения что врываясь я вот пошутил про кунетикс а сейчас смотрю в мониторы и реально у кого то кунетикс я думаю кунетиксом можно только обеспечить там себе постоянное право на выпить да что тоже является победой своего рода в зависимости от целей ну ребят пить мы можем кто хочет так мне тут подсказывают кто нашел ага у нас с ql injection уязвимость проэксплуатирована успешно кстати хочется заметить что участникам немного может быть сложновато решать потому что в сети нет интернета все что они делают по записям или каким-то воспоминаниям да это заслуживает уважения я услышал слово пьем за ваф кто хочет выпить за ваф выпьем за ваф я думаю мы можем сделать исключение и кто хочет может поднять рюмки сейчас запросто ребята слишком напряжены как вы думаете юрий что такого важного может храниться на пив заводе в базе данных что важного наверное база данных постоянных клиентов тут зрители подсказывают что какой-нибудь уникальный рецепт я с ними полностью согласен ребята украдите секретный рецепт получите очки и секретный рецепт пива кстати они там абсолютно реальные так мы видим что некоторых хакеров возникли определенные трудности с страницей логинки которые там есть но настоящие хакеры конечно проверяют дефолтные креды всегда а еще часто эти креды можно где-то найти а у нас было событие там событие какое? взломщег что он сделал? а взломщег а у нас был взломан отдел дизайна это теперь он может распечатывать любые этикетки на бутылке да? да 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 отлично ну да Саш что ты делаешь первым делом когда видишь логинку? наверное как настоящий профессионал админ админ тест тест демо демо 1 2 3 кавычку конечно же потом уже и кавычку а у нас очень статичная тройка сильная вырисовалась это пи тётл на первом месте астерайт на втором и я инкассатор на третьем которому в спину дышит Godfizer аплодируем участникам они отличных успехов добылись во взломе не шуточная интрига за третье место не шуточная интрига за третье место Да-да, у меня тут тоже есть адепт Скады, который заработал на ней кучу очков и хочет что-то еще выжить из нее. Возможно, в таких местах, о которых ты даже и не думал. О, я вижу скилл-мап на каком-то мониторе. Закончился у нас очередной раунд и, ну, как мы все можем догадаться, DSP 25 и новый, RDFYGLF и InViz на этот раз пьем. Давайте-давайте, парни. Юрий, с каждым разом ты произносишь эти ники все более быстро. Я научился их уже говорить. Ребята, поддержим других, поддержим этих трех смельчаков. Пожелаем им хорошо сегодня добраться до дома на своих двоих. Я, инкассатор, вышел на третье место. Инкассатор хочет, наверное, вывезти все деньги из пивзавода. Если они там есть. Готфазер, кстати, у нас на четвертом месте. А Рэд Рэми куда-то ушел вниз. Возможно, он увлекся Пакманом, кто знает. Переставай играть в Пакман. Ты выиграл. Это недопустимое событие. Я вижу, что один из участников все-таки пытается украсть секретный рецепт пива. Пожелаем ему удачи. Кто составлял у нас модель угроз? Почему Пакман – это недопустимое событие, Саша? Наверное, у него невозможно выиграть, да? Это очень сложно. А на работе нельзя играть. Да. Или нельзя выигрывать? У начальника. У нас у пятерых человек, как минимум, да? Тут просто не все строчки видны. У пятерых человек есть по одному трофею. Кто же станет обладателем у нас специального приза? Я, инкассатор, уверенно идет вверх. Подними руку где-то. О, красавец. Не слышу аплодисментов тому человеку. Вы только подумайте. Два дня, два дня тут решали люди, задания всякие. Бились в стенд-офф. И вместо того, чтобы сейчас просто ослабиться, отдохнуть, сидят, продолжают решать, еще их заставляют пить. Ужасно. Да. Godfather вышел на третье место. Красавец. У нас, кстати, последний раунд. И до конца игры остается меньше трех минут. Пока что у нас сформировано тройка лидеров. Но между... На первом месте у нас Пятертл. На втором я инкассатор. Третий год Фазер. Между первым и вторым местом разрыв небольшой. А между четвертым и третьим совсем небольшой. Да, все, может перевернуться в последнюю минуту. Можешь сейчас выпить. Да, в принципе, разрешаем. Пятертл, а ты не рано начал победу праздновать. Это он специально сбивает оппонентов своих. Да-да, он спаивает своих конкурентов. Я так и понял. Ну, это же надевайка. Ребята, кавычку, кавычку во все щели просто пихаете. Давайте. Это такой универсальный хинт. Минута остается, да? Чтобы кавычку во все щели. Во все параметры, я хотел сказать. ДСП сдал флаг. Я предлагаю отметить это событие. Человек не только запускает сканеры, а еще решает что-то. Ну что, я считаю, пивзавод повержен. Сок захватили. Протокол разреверсили. Все за полчаса каких-то, да? Да-да-да. Даже пакман пал. Сотрудников уволили. Только секретный рецепт пива остался секретом. Сохраним его. До следующего раза. И все. Game is over. Ребята, все молодцы. Молодцы. Давайте поаплодируем. Поздравляем всех. Давайте прощальный шот. Давайте все вместе за отличную игру и отличную конференцию. И подводим итоги. Первое место. P-Totl. Вставай, P-Totl. Если можешь. Молодец. Я инкассатор. Второй. Вот фазер. Молодец. Отлично. И специальный приз к Рокоботу, как первому сдавшему ачивку. Поприветствуем его, Рокобот. Так, ну все-таки призы придется вручить, да, Юрий, а не оставлять себе? Все-таки придется. Ты думаешь так? Думаю, да. За первое место у нас... Где у нас? А, все-таки решили себе оставить, да? Да. Так, давай. P-Totl. Пойдем награждаться. Там что-то хакерское внутри, наверное. Посмотришь. Да, очень интересные девайсы. Посмотри, тебе понравится. Я инкассатор. Давайте еще раз поддержим, ребят. Отлично. Godfather, где ты? Идем. Godfather. Godfather на последнем раунде ворвался в тройку. Боролся до последнего. Я считаю, это заслуживает отдельных аплодисментов. Молодец. Yeah. Как ты себя чувствуешь? Хорошо ставишь нога? А ты? Так, ну и... Отдельный приз. Отдельный приз. Крокобот. За быстрое решение сложных наливаечных заданий. Супер. Поаплодируем одному из победителей. Так, ребят. Мы сейчас можем посмотреть, кто там на пятом-шестом, да? Нет? Нет, не можем. Ну ладно. А, ладно. У нас там осталось буквально пару футболок. Я думаю, мы можем их тоже раздать. Людям. Астерия Яздоватор и Сауси как. Подойдите за футболками своими. Фирменные футболки наливайка. Фирменные футболки наливайка. Это почетно. Фирменные футболки наливайка. Все, парни, вы крутые. Я предлагаю еще раз выпить на пасашок. А у них пусть рыб. У них пусто. Пусто? Давайте наполним. У нас как раз есть еще где-то 4 минуты для важного дела. И закончим на сегодня. Перейдем в другие места. Праздновать. Окончание столь напряженных двух дней. Все, у всех все налито. Давайте за вафф, за наливайку, за пахэдэйс, за все хорошее. Отличный, отличный тост, Юрий. Спасибо участникам. Было круто. Вы лучшие. Ура. Все, мы закончили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.